Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. На поиск путей сокращения расходов и снижения себестоимости нацелил глава региона Анатолий Лис, руководители горы райсполкомов. В Бресте прошло апрельское заседание облсполкома. Дарить свое сердце. В Бресте в Ленинском районе впервые прошел конкурс на лучшую приемную семью. Участие в нем приняли все родители района, воспитывающие приемных детей. Открытие и откровение руководителя Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки маэстро Валерия Коваля. Коллектив музыкантов, на счету которого десятки гастролей, победы на конкурсах, бесчисленное количество оваций от благодарных зрителей, празднуют 20-летний юбилей. Основа и венец нашей веры воскресения Христова. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Об этих и других событиях прямо сейчас. У нас очень мало внимания уделяют экономии энергоресурсов. Надо стремиться к тому, чтобы в районных центрах горячее водоснабжение в межотопительный период обеспечивалось за счет местных видов топлива. Мы должны искать пути, как сократить расходы, снизить себестоимость. Вот чем сегодня необходимо заниматься в первую очередь. Это тезисы из выступления губернатора Брестского края Анатолия Лиса на апрельском заседании областного исполнительного комитета, касающегося вопроса итогов отопительного сезона. Также члены исполкома рассмотрели вопрос развития туризма в Брестской области. Участие в собрании приняли помощник президента Беларуси, главный инспектор по Брестской области Дмитрий Гоборов и директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Вадим Кармазин. Смотрите первый материал выпуска. Тему продолжит Лариса Осмолович. «Готовь сани летом, а телегу зимой» – это народная пословица, лейтмотив рассматриваемого вопроса, касающегося итогов минувшего отопительного сезона на Брещене. Нужно делать выводы и извлекать уроки из тех ошибок и просчетов, которые были. Если говорить в общем, срывов и сбоев в минувший отопительный сезон в регионе не было. Не было и серьезных аварий в теплоэнергетическом комплексе. Но на 26 апреля долг за энерго и ресурсы, тепловую энергию, древесное топливо и терфабрикет в организациях ЖКХ области составил 215 миллиардов белорусских рублей. 120 миллиардов из этой суммы – задолженность за природный газ. Брест, Баранович и Пинск. Крупные города возглавляют список, но и быстрее погасят задолженности. Из них меня очень настораживает, и мы пришлось разбираться. В Кобринском районе я выезжал. У нас в Кобринский район долги составили более 40 миллиардов рублей. Третью часть из всей задолженности практически – это Кобринский район. Долги за газ. На этом примере я хотел бы привести о том, как нельзя работать, и мы должны сделать уроки и выводы из той ситуации, которая сложилась, в том числе по Кобринскому району. Почему произошло так? Необходимо более грамотно и продуманно подходить к разрешению подобных ситуаций. Быть гроссмейстерами, продумывающими наперед каждый шаг. Экономить не только копейку, а каждый рубль. Конечно, не в ущерб людям. А для этого, опять же, необходима экономия. А чтобы она была, надо работать над оптимизацией схем тепла и водоснабжения. Переход в межотопительный сезон на местные виды топлива. В соответствии с поручением правительства, все расчеты, запотребленные энергоресурсы, необходимо произвести до 1 июля. За должности, подчеркнул начальник отдела ЖКХ область полкома Алексей Мартысюк, не имеют организации ЖКХ всего в трех районах. Каменецком, Жабенковском и Ивацевическом. У нас очень мало внимания уделяется на сегодняшний день экономии. Как сэкономить, здесь подумать, значит, некому. Почему, значит, не используем местные виды топлива и в полном объеме, и в том же Кобрине. Мы должны искать пути о том, как сократить, значит, расходы, как себестоимость снизить. Вот чем сегодня необходимо заниматься в первую очередь. В предстоящий период запланировано наращивание доли местных видов топлива в топливном балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В области разработан график строительства и реконструкции котельных на местных видах топлива на 2016-2017 годы. Брестскому облсполкомам разработан график строительства и реконструкции котельных на местных видах топлива в 2016-2017 годах, в соответствии с которым необходимо обеспечить ввод 12 теплоисточников общей мощностью 41 мегаватт, что позволит замещать ежегодно более 8 миллионов кубических метров природного газа стоимостью порядка 35 миллиардов рублей. В целях реализации намеченных планов БУП управления ЖКХ совместно с горроисполкомами необходимо в 2016 году обеспечить строительство, реконструкцию трех теплоисточников в Березовском районе по одному теплоисточнику в Ивановском, Столинском и городе Барановичи. Обеспечить проведение необходимых задельных работ по шести объектам 2017 года в Брестском, Барановичском, Ляховичском, Кобринском, Каменецком, Ганцевичских районах. Помимо этого, программой областного управления ЖКХ на предстоящий отопительный сезон предусматривается провести профилактический ремонт 605 котельных и 340 центральных тепловых пунктов, выполнить перекладку 82 километров тепловых сетей с использованием предизолированных труб. Запланирован и ряд других мероприятий. Руководство ЖКХ на подготовку к следующему отопительному сезону планирует направить порядка 186 миллиардов рублей. На заседании также был рассмотрен вопрос развития туризма в области в 2011-2015 годах и планы на 2016-й. Одним из направлений развития области является и туризм. Он должен значительно больше приносить сегодня доходов в бюджет области в том числе. Но это даже не самое главное. Самое главное, что эта сфера должна развиваться для создания новых рабочих мест. Серьезнейшим образом относиться к этому вопросу. Не считать его каким-то второстепенным. Мы привыкли сельское хозяйство, промышленность, энергетика, коммуналка. А это как вроде бы что-то второстепенное. А в мире есть страны, которые на 90% формируют бюджет за счет туризма. Всего за 5 лет в области создано 390 объектов туристической инфраструктуры при плане 306. Это 40 объектов общественного питания в составе объектов придорожного сервиса, 41 место размещения, 114 объектов сопутствующей инфраструктуры, 195 субъектов агротуризма. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в области увеличилось на 17 и на сегодня составляет 76, с общей вместимостью 4670 мест. Из них 44 или 58% это частная форма собственности. В сравнении с 2010 годом численность размещенных лиц в гостиницах в области сократилась на 10%. Вместе с тем число иностранных граждан, обслуженных в гостиницах, увеличилось на 19,2%. И составило 99,3 тысячи человек. На Брещену стало больше приезжать иностранных граждан по индивидуальным турам. Более 135 тысяч человек. Порядка 5,5 тысяч воспользовались услугами агроусадеб. География достаточно широка. Страны СНГ, Польша, Франция, Литва, Китай. По итогам 2015 года объем экспорта туристических услуг области составил 12 миллионов долларов. Третий показатель после Минска и Минской области. Брест, Каменецкий, Жабенковский, Пружанские районы. Это лидеры в оказании экспорта туристических услуг. Брещена всегда занимала лидирующую позицию, всегда в тройке была по развитию туризма. И я это отмечу на исполкоме. Это системный подход, и организация работы, и кадровый потенциал, ну и соответствующие туристические возможности. Эти знаковые объекты. Брестская пуща, Брестская крепость, которые всегда являлись не только республиканскими, но и международными значениями в плане привлечения туристов. Ну и безусловно граница с Евросоюзом дает особое требование к таким областям, как Брестская. Мы уже видим, что по итогам и кварталам уже выравнивается ситуация. Я думаю, летний сезон мы уже пришагнем в стопроцентный рубеж. И в том числе благодаря усилиям регионов и Брестской области в том числе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В жизни каждого человека самым главным богатством является семья. Именно в ней ребенок получает первый опыт теплого душевного общения. Именно здесь он учится сочувствовать и сопереживать, помогать и поддерживать. А взамен получает тепло, ласку, понимание родителей, которые, несмотря на жизненные неурядицы, всегда любят и ждут своего малыша. Радуются его успехом, переживают с ним первые детские неудачи. Но, к сожалению, есть в нашем обществе место и совершенно противоположным ситуациям, когда маленький, совсем еще не окрепший человек остается один. Да, в последние годы благодаря поддержке государства таких ребят становится все меньше. Однако они все же есть. Эти мальчики и девочки живут в детских домах, в социальных приютах и ждут, что в один прекрасный день за ними придут их мамы и папы и скажут им «Собирайся, мы уезжаем домой». Так произошло и в жизни восьми брестских семей, которые приняли совсем чужих для них ребят, как родных, в свой дружный коллектив. Познакомиться с их бытом и укладом, а также узнать, что изменилось в жизни мальчиков и девочек, смогли гости конкурса «Сердце отдаю детям», который впервые прошел в Ленинском районе областного центра. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Каждый человек, приходя в этот мир, нуждается в любви, внимании и заботе. Все это дает семья, маленький уютный уголок, где всегда ждут, где верят и надеются на все хорошее. Как никто другой, в заботе и внимании нуждаются малыши. К сожалению, не у каждого бывает радостное и безоблачное детство. Сегодня политика белорусского государства нацелена на то, чтобы каждый ребенок имел семью. Или приемных родителей, родителей-воспитателей, которые помогли бы малышу посмотреть на этот мир другими глазами, узнать, что такое настоящий дом, где всегда слышен звонкий смех, где каждый по-своему дорог и важен. Ежегодно в республике открываются дома семейного типа. Развивается гостевая поддержка детей, оставшихся без попечения. Но бывает и так, когда одна поездка взрослого человека в интернат кардинально меняет не только его жизнь, но и жизнь ребенка. А на свет появляется новая семья. Так случилось и у Светланы Данильчук. Сегодня она мама, у нее есть любящий сын Степа. Вместе они путешествуют, вместе отдыхают, вместе они всегда. Мы любим танцевать, очень любим готовить, даже вместе. Ребенок очень помогает, даже порой и сам участвует в процессе. Райно? Очень любим делать разные поделки. Это интересно и когда тебе скучно, можно себя чуть-чуть заинтересовать. Сегодня Светлана и Степан участники большого конкурса, который в Ленинском районе проходит впервые. Среди их непосредственных конкурентов, конкурсантов, еще семь семей, в которых воспитываются приемные дети. Все они претенденты на звание самой дружной и крепкой семьи. Борьба на первом в истории испытания развернулась ярко и насыщенная. Причина тому – серьезный приз – возможность представить район на областном этапе соревнования. Это республиканская идея. Будет проводиться второй этап – это областной конкурс, который пройдет в городе Бресте 27 мая. И затем победители областного конкурса поедут уже представлять нашу область на республику. В нашем конкурсе сегодняшнем районном участвуют все семьи. В районе 8 семей, 8 родителей, которые воспитывают 11 детей. У нас не было вопроса о том, что кто-то не будет выступать, кто-то будет. Выступают сегодня все семьи. Сердце отдают детям. Символичное название говорит само за себя. Эти родители взяли на себя обязательство подарить частичку себя и своего тепла не только родным детям, но и тем малышам, которые не родные, но такие любимые. Ярким подтверждением тому стали красочные совместные фотографии с отдыха и прогулок, неповторимые моменты занятий совместным хобби и интересными увлечениями, запечатленные на стен газетах и плакатах для конкурса. Визитка, творческий номер, выставка поделок ручной работы. И это только часть того, что подготовили дети и родители к большому конкурсу. Но на самом деле не только это является главным. Восемь семей хороши. Они все хороши. У каждой семьи есть свои традиции. Есть свой семейный уклад. Его уже можно так называть семейный уклад. И я думаю, что все-таки победит дружба и здоровое соперничество. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Брестская крепость многие десятилетия находится под пристальным вниманием международного научного сообщества. Ученые продолжают работать с источниками и открывать ранее неизвестные факты. Однако по сей день история крепости содержит много белых пятен. Благодаря кропотливой исследовательской деятельности научных сотрудников мемориала и представителей Фонда развития Брестской крепости удалось отыскать в архивах Санкт-Петербурга и Москвы новые документы о строительстве и становлении Брестской крепости конца XIX – начала XX века. Найденные источники – ценные материалы для изучения. Сегодня исторические документы были представлены в Бресте. За круглым столом специалисты, а также интересующиеся горожане ознакомились с результатами исследовательской работы Фонда развития Брестской крепости в Российском государственном военно-историческом архиве и архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Подробности в материале София Бережной. Исследовательская работа в рамках проекта «Инвентаризация и документация фортов и укреплений крепости Брест-Литовск», начатая три года назад, принесла весьма ощутимые результаты. В процессе деятельности было обследовано более 200 объектов историко-культурной ценности, составлены альбомы Кобринского, Волынского, Тереспольского укреплений и Цитадельного острова. На этом работа не прекратилась. В фокусе внимания на втором этапе была история строительства и модернизации фортовых укреплений крепости. За дело историки взялись крайне серьезно. Для изучения был понят огромный пласт архивов России. Найденные документы и чертежи находились в обработке почти год. Получив так называемую огранку, информация в виде ценных материалов попала в Брест. В зале Музея обороны Брестской крепости брестские историки, краеведы и любители смогли ознакомиться с ценными находками. Мы не только нашли, но и в цифровом современном виде доставили в город Брест то, что когда-то здесь создавалось. Это материалы, полученные из Музея артиллерии. 86 цифровых копий планов и чертежей фортов и укреплений Брестской крепости, в том числе и те проекты, которые возводились здесь уже в годы Первой мировой войны. Это подробные планы нового фортового пояса, объекты, которые не были достроены. Поэтому многое можно увидеть, увы, только в документации, в исторических документах. Исторические документы позволили составить точную картину того, как именно выглядели укрепления с 1878 по 1915 год. Каким образом возводились объекты, какие этапы прошли при модернизации. Найденные источники представляют собой научную базу, материал для практического изучения наследия Бреста в музейной среде. Он станет интересным для архитекторов, издателей и специалистов по туризму. Изучая архивные документы, эксперты Фонда развития Брестской крепости открыли для себя довольно любопытные факты. А значит, новая информация непременно заинтересует любителей истории. Один из таких важных для меня фактов это о том, что несмотря на всю утилитарность, эти укрепления действительно эстетически были красивые. Представим себе, что на объектах ставились дубовые двери, в пороховых погребах в качестве фурнитуры использовалась красная медь. Вот эта вот эстетика, которую не видишь вживую, но представляешь из чертежей и описаний, она радует в том плане, что если это когда-то будет восстановлено, это действительно будет красиво и это намного повысит статус крепости. Вопрос, касающийся реставрации объектов, сегодня находится в рассмотрении. Глубокое изучение фортового периода дает возможность начать работу в этом направлении. Другая сторона медали – финансовая. Тема открыта, а значит, есть предпосылки для восстановления объектов исторического наследия Брещины. Есть решение парламента союзного государства о том, что нам, мемориальному комплексу, будут выделены из бюджета союзного государства определенная сумма. Мы надеемся в полном объеме, по крайней мере, речь шла, что нас поддержат в этом плане. Сумма достаточно большая – около 100 миллиардов белорусских рублей, более 300 миллионов российских. Я надеюсь, что в этом году этот вопрос решится о выделении этих средств, а дальше мы получим возможность, тем более у нас уже имеется проектная документация, на ряд объектов, которые можно ремонтировать. Предоставленная экспертами информация непременно найдет применение. И если реставрация исторических объектов – дело не одного дня, а огромная и продолжительная работа, то создание экспозиции на основе новых источников – план на ближайшее будущее. Мы хотели бы открыть экспозицию по истории Брестской крепости. Не только центрального острова Кобринского укрепления, Волынского, Тереспольского укрепления, но и фортов Брестской крепости, и более глубоко, серьезно, подробнее рассказать посетителям Брестской крепости о том, как создавалась, как строилась, как модифицировалась Брестская крепость. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Сегодня трудно представить городские праздники, значимые даты и просто творческие вечера без участия Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством бессменного маэстро Валерия Коваля. Коллектив музыкантов, на счету которого десятки гастролей в зарубежные страны, победы на конкурсах, бесчисленное количество оваций от благодарных зрителей – это одна большая семья. Семья, богатая творческими людьми, любящими свое дело. Миновав три круглых юбилейных даты, духовой оркестр не утратил энтузиазма развиваться и радовать своих зрителей. Встречая 20-летие, музыканты коллектива по-прежнему полны сил и энергии творить прекрасную музыку, чтобы дарить ее окружающим. К юбилею оркестра они подготовили большой концерт для горожан. В преддверии круглой даты наша съемочная группа заглянула за кулисы и понаблюдала за процессом создания музыкальных номеров, а также пообщалась с руководителем и дирижером Валерием Ковалем. Подробности в материале София Бережной. Без оркестра не может быть праздника, убежден Валерий Коваль, который живет музыкой и в музыке уже более 40 лет. Именно этому талантливому человеку удалось сделать то, что оказалось не под силу другим – сплотить людей, одержимых искусством. Людей, для которых творчество – это образ жизни. 20 лет для оркестра были насыщенными. География гастролей достигала самых дальних точек. А главное – ему удавалось достучаться до сердец представителей разных народов. А зрителя, как известно, не обманешь. Музыканты коллектива всегда отдавались делу до конца. Этим и обусловлен успех и известность городского оркестра в столь широком кругу почитателей. Если бы не было семьи, не было бы тех результатов, которых мы добились. И она бы не сохранилась 20 лет. Эта семья, она прирастала, кто-то уходил. Но вот сейчас, за 20 лет, уже устоялся тот, те люди, которые наши, это наша семья. Здесь сохранились еще много людей, которые вместе со мной начинали этот оркестр. Ну, это костяк, всегда был костяк, это энтузиасты в основном. Сегодня в составе оркестра 45 человек. Некоторые из его представителей переступили 70-летний рубеж. Есть и молодежь, выпускники музыкальных колледжей. В этой большой семье каждый дорожит своим делом, а наградой за любимый тру становится положительной эмоцией зрителей. Музыкальная программа оркестра насчитывает сотни композиций различной тематики. Виртуозы во главе со своим руководителем берутся за исполнение классики и современных произведений. Они умеют удивлять, они способны настроить людей на позитивный лад. Они вселяют надежду, они дарят зрителям то, что называется счастье. Людям надо это. Они любят это. Они приходят в парк, они приходят на площадь, они приходят в концерт, везде. И потом, что у нас осталось живого? Духовой оркестр остался. Понимаете? Он же не просто духовой. Не просто потому, что мы дышим, а потому, что душой играем. Надо сказать, что духовой оркестр преобразился, ну, просто значительно. Ведь у людей еще идет представление об духовом оркестре, стереотип идет. Вот тот оркестр старый, который играет марши, и который играет похоронные марши, и больше ничего. Но наш оркестр совершенно другой. Я привлекаю лучших солистов. Понимаете? Мы находим новые формы общения с людьми. У меня есть программы на все случаи жизни, на любой праздник. Юбилейная дата оркестра, удачно совпавшая с юбилеем главного руководителя, Валерия Коваля, повод поговорить языком музыки. В такой значимый день рождения коллектив вышел на сцену, чтобы, как и прежде, разделить творчество с дорогим зрителем. В подарок горожанам музыканты подготовили множество ярких оркестровых номеров. С сцены в этот вечер звучали широко известные и современные вокальные и инструментальные композиции. Буквально с первых и до последних минут коллектив, который в Бресте называют народным, сумел полностью завладеть вниманием зрителя. В небольших перерывах между номерами на сцену поднимались гости, чтобы поблагодарить музыкантов за творчество. Юбиляры получали грамоты, дипломы и, конечно, теплые слова поздравлений. Они действительно создают праздник. Вот еще мероприятия нет, а уже лица у людей такие праздничные, что бы они ни играли. А репертуар у оркестра действительно очень большой. Мне нравятся и попури иностранных каких-то мелодий, и классические. Я играл в этом коллективе в свое время немножко, и сам духовик, поэтому мне особенно это близко и приятно. Музиканты прекрасной квалификации замечательно выполняют свое дело. Но еще раз повторяю, самое главное, что есть свой слушатель. Наш духовой эстрадный городской оркестр уже стал визитной карточкой города Бреста. Любое мероприятие, торжественное и увеселительное, и все остальные, они, конечно, происходят с участием этого замечательного коллектива. Поэтому оркестр имеет полное право поддерживаться не только городскими властями, но и, наверное, всеми жителями. Выступление Брестского городского оркестра, духовой и эстрадной музыки – это всегда феерическое шоу, блестящее живое исполнение и мощный заряд. Встретив 20-летний юбилей, коллектив строит новые планы. Перерыва на отдых у музыкантов не бывает, ведь их выступление ждут брещане, а подводить любимую публику они не умеют. Сегодня православные всего мира еще на день приблизились к одному из главных праздников в календаре каждого верующего – к Святой Пасхе. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлое облачение священников, запах ладана. Радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход. Все это притворится в жизнь уже в ночь с 30 апреля на 1 мая. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. Воскресенье Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина. Велик День – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут, к ней готовятся. Пасха – это время покоя и ожидания пасхальных торжеств. Светлое Христово воскресенье или Пасха – один из самых больших христианских праздников, знаменующих победу над смертью и грехами всего человечества. Даже в коммунистические времена, когда религия, мягко говоря, не приветствовалась, когда верующих презирали и преследовали, во многих семьях пекли пасхальные куличи, расписывали яйца. Все потому, что тепло и чистота этого праздника жила и живет в сердцах людей. С самого детства, с маленьких лет, меня бабушка с мамой всегда водили в церковь, мы до самого утра, вот, и я верующий и верю, и во многих точках горячих был, и я всегда вспоминаю Бога. Для меня это радость, во-первых, сердечная, а во-вторых, самое главное такое, ну, радость, то, что Христос воскрес. Это радость, это радость о том, что мы все-таки не временно на этой земле, а можем постараться и для вечности, для вечной жизни, что мы все будем вместе с Богом, я надеюсь, и с верой. Как бы то ни было, вот, что бы мы ни говорили, но ведь когда плохо происходит у нас, мы же куда обращаемся? Господу Богу, вот, поэтому это, вот у меня дома такой уголочек, я каждый день разговариваю, вот, каждый день желаю добра, вот, здоровиться своим родным и близким, тем более, что у меня семеро внуков, и мне очень приятно, чтобы они росли здоровенькими. Семь недель строгого поста, семь недель духовного очищения, семь недель самопостижения. Все это время каждый из нас задавался вопросами, смогу ли я, достоин ли я, выдержу ли я. Пройдя большой образовательный путь, освободившись от дурных мыслей, в преддверии Пасхи мы идем в храм, чтобы посвятить главное угощение в светлый праздник, пасхальные куричи и разноцветные яйца, символизирующие зарождение новой жизни и тот ответственный шаг, на который пошел во имя спасения человечества Иисус, чтобы завтра с чистым сердцем встречать близких и родных с самыми искренними поздравлениями. Христос воскресе, потому что без веры мы не выживем, не выстоит наша земля, и поэтому вот всего доброго стоять на этом камне, и радости, радости, радости. А ты что пожелаешь всем рещанам в день Пасхи? Чтобы они жили доброй и счастливой всегда. Я хочу поздравить с этим светлым днем Пасхи, пожелать, что все, не только в этот светлый день Пасхи, но и во все дни была эта радость такая вот, ну, сердечная. Всем рещанам здоровья, успехов во всем, в работе, семейного благополучия, дай Бог, чтобы всем-всем было хорошо и нам. А я поздравляю, чтобы в этот праздник все были рады, чтобы в этот праздник никто не болел. Самое главное, чтобы это был мир у нас на земле, чтобы не было войны, чтобы все жили в дружбе, в мире, в согласии, друг друга любили и вожали, почитали Бога. Христос воскрес, воистину воскрес. Как радостно произносить и слышать эти слова. Как радостно осознавать, что несмотря на многочисленные жизненные перипетии, мы встречаем и уже завтра отметим долгожданный праздник Святой Пасхи. Люди разного вероисповедания и национальности считали и считают светлое воскресение важнейшим событием в религиозной и духовной жизни каждого верующего. Ведь это день торжества надежды, веры и любви. Сегодня, накануне праздника праздников Святой Пасхи, разрешите вас, дорогие жители города Бреста, поздравить с этим светлым и радостным праздником. Господь в этот день победил смерть и тем самым даровал нам жизнь вечную. Хотелось бы пожелать всем вам, вашим семьям, родным и близким этой светлой радости, воскресения Христова, чтобы Господь всегда сохранял вас и ваши семьи во все дни жизни вашей. Мира, любви, радости вам и вашим семьям. И разрешите всех вас поздравить. Христос воскресе! С чувством глубокой радости и от всего сердца коллектив информационных программ телекомпании Бук ТВ поздравляет всех берестейцев со светлым Христовым воскресением. Пасхой Господней! Пускай в пасхальное торжество достанется всем вам крупинки света, радости и восторга. И пусть они сопровождают вас всю жизнь, охраняя от злобы, зависти и недоброго слова. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Вы смотрели итоговую программу «Бук Информ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бук Информ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании buktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дня. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 1-2 мая погоду в Бресте обусловят малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Сохранится комфортная погода. В воскресенье день будет солнечным и без осадков. Температура воздуха ночью 6-8 со знаком плюс, до 15 прогреется воздух в течение дня. Ветер переменных направлений умеренный. Тепло, но с дождями. К вечеру, возможно, гроза в понедельник 2 мая. Дневной максимум достигнет 19 градусов выше нуля, атмосферное давление существенных изменений не претерпит.